Беларусь-3 Католицких Калядов и Народжения Христова Одно слово для вас мы расповедем про паде, яке нельга обмянуть. Так что сегодня разом доведаемся про закадривая таймница Беларусь-фильма. Повеншуем с юбилеем Калядный фест, расповедем, что можно поглядеть в завтрашнем святочном эфире «Беларусь-3», обмяркуем недавнюю премьеру с театральным режиссером Тимофеем Качовым. Их это далеко не все, что чакаю вас в сегодняшнем выпуске. Завтра у святочный день молодежный театр запрашает батьков с детьми на спектакль «Морозка». Гэта вядомая змаленства каска, переказанная под Новый год на Новый лад. Я ей сюжет по своей простоте и прыгажосте, нагадывая узор на вакунной шибе. Гэта «Морозка» упрыгожа у школы, и он же допоможет доброй и рубливой насточцы отшукать свое счастье под калядной зоркой. Шаронная каска «Морозка», раздобленная калядными песнями, цикавыми загадками, достигными приказками и, конечно, подарунками и чудами. И еще про завтрашние девосные подарунки у межих святочного эфира «Беларусь-Крым». Предучие телеканалы прошли все калядным шестям по авиащальных студиях «Белтолерадуя» компании с веншаваньями, калядками и обогасковыми обрадовыми персонажами «Козой», «Цыганкой», «Медведем», «Буслом». Так что, долучайтесь до нашего эфира, мы обещаем добрый узнеслый настрой и безличь инших подарунков. Утымлику, разом с телеведущими «Беларусь-Крым» вы сможете трапить учаровную зимовую каску. И главное – заразуметь, что на каляды макчимые самые неверогодные отсуды. И мы створаем для вас казочные истории своими руками. Глядите завтра и сами переканайтесь. Это был звычайный пероткалядный день на Талибаченне. Итоги нашего сегодняшнего подмарафона. А что вообще такое пустот? Ребята, хали вы нам рады, то и мы вам до парады. Калыханка завитала устуды доброй ранец «Беларусь на «Беларусь-1»» разом с народным ансамблем народной песни «Гамонина». На новое лето хай родится жито, жито пшеница, родная пшеница. Что край обучай, что страна навина, калядун сустракать, под шастунки рыхтовать. Замах новой клецом да на рыбе дырку святый шах, святый. Калейдоскоп усим составом пришел с калядой до пин-кода на «Беларусь-2» разом с народным ансамблем народной песни и музыки «Шодрится». Пришли мы до вас с козочкой рожатой, хай будь, делуешь шах, урожай богатый. Госпадыня, господары, не скупитесь, с глядушками салом поцелитесь всем. Мы по улицам ходили, танчали, спевали, всех суседей увеселили, так глядовали. Галяда, галядееса. Калыханка с навукоманией шумно гостевали у студии программы «ЧПБАЙ» на НТВ «Беларусь». Приехала калядау в Азочку да гостивенький в конечку. Я иконица, я с приметичек, я я дружочка, я с насторожка. Приехала калядау вечером и принесла дуга крышата, поставила дуги на столбе, а самосела на куте. Заиграйте дуги тоненько, подскажите джалчаток и хорошенько, а вы, тябры, кломцы, не издевайте, джалчаток выбирайте. Оп, оп. Не понял, что происходит? Каляда! Каляда! На перо-туми-нуле национальный хит-парад разом с мастрами и кумирами зашли поиншовать с калядами спортцентр на «Беларусь-5». На новое лето бутылестуды, что стей все ровно отбывалося незвычайно. Мы представляем махчымостью бачить тое, что отбывается за кадром кинопляцовки. У месяц беларусского кино команда «Беларусь-3» залетая на здымки новых стужек, за зерне у новой костюмерной и похудрыц с режиссерами и киноактерами. Буденное життё головной кинокампании «Краины» у нашей новой рубрице. Комедии, детективы, мелодрамы. Пераличивать жанры, який освоила национальная киностудия «Беларусь-фильм» можно без конца. Больш за 90-х годов головная кинокузница «Краины» створяет фильмы, которые любят не одно поколение беларусов. Режиссеры в весь час безперапынно куют шедевры, робят шы с обычной идеей полновартостные картины. Смотрите, работа на фильме начинается, как любая работа, с идеей, которая тебя волнует. Мне кажется, ты сначала придумываешь, не знаю, будто платье или стул, и ты придумываешь, как это будет, да, и если тебя это действительно волнует, тогда ты начинаешь уже думать, думаешь, да, ты начинаешь писать зальярку, ты начинаешь писать сценарий. Когда вы меркуете, что самое текавое у кинематографии отбывается на экране, то глубоко помыляетесь. По заэкранам можно убачить великую команду профессионалов, чья работа не меньше важна за працу режиссера и актера. Костюмеры, реквизиторы, мостаки и множество инших людей, которые работают над фильмом, застаются только у титров. Я знаю операторов, которые относятся к этому серьезно. Понятно, что камеры, видеокамеры гораздо проще, чем киношные. Не нужно проявлять, не нужно проще фокус. Нажал, там автомат как-то что-то фокусе у тебя будет. Но тем не менее, поверьте мне, это отдельная профессия. За свою многолетнюю историю белорусская фабрика МРОЙЛ створила больше за 500 фильмов. Нават подчас реконструкции, которая закончилась некольки тыдню тому, работа в павильонах не спынялася ни на хвилину. Завтра католицкое ростло. Натурально, что Амаль усе культурные подзеи промеркованные до этой даты. Так у театры Лялек покажут калядную историю из пектапеля, ки у першыню бачу свет ровно вот таму. Одинокий Эбинейджар Скрудж ненавидеть каляды. Зрешты, як и усе іншые святы. Сквапны, стары, перекананы, што у гэты дни варта отрымливаць выгоду, а не веселіцца. Аднак раство час прачування цудов і чараўніцтва, які здольны растопіць нават самая чарствелая серцца. У слітлая свята народження Христова Папа Рымскі Франциск выступить традиційным пасланнім довернікаў з центральнага балкона Базіліки Святога Пятра. Паглядзіць прамуў трансляцію з Ватэкана можна завтра ў дзённым эфіры на Беларусь-тры. Пратэлі і сорэлі Бонасэйра! Што гадолам ў шоў Калядны Фэст спаўняецца 10 гадоў. Зача сваўго існавані мерапраемцца стала чаканай падзеў для ўсіх аматорів беларускай фольклорной музыкі. З гэтай нагоды завтра ў століце пройдзе ўбилейны концерты, якім возьмуті дзел такі болаты айчынага фолку, як Старый Ольса, Палац, Пава і іншая. Ваў чакай імпреза з заблівай святочной атмосферой, в межах якой будуть злучэны історія і сучаснаць, традицій і новаторства. На Чарзе па традицій цікавыя повідамлэнні замешан. Венкі з перья, афарбованы ў золотый колір, серебраны ці металік, невінікі і яркі святлодайодныі агні і бліскучі новогодні ёлкі з сізалью, ось нікаторы з трэндів сёлітніх калятам. Популярныя каляровы ісполучэні, белы со серебрам, золотам, а так само вогненно-гранатавы з баклажанам. Такі апарады дають стылисты, які оформляють дамы знакомітостю ў Лос-Анджелесі. По их словах, традиційны червоны і зялёны коліры лепш замяніть на зігодкі металічні. Напрэклад, ў вас червоны і зялёны, а так само золоты і сіні коліры. Схавайте зялёны і сіні ў прыгажэні, а потым дадайця крышталів і шкла, трохі срэбра, плаціны, і ваша трэва стане більш зігодні. Так само стылисты прапануюць оформляць дамы драулянамі цацкаві, снежынками і бярусты. Дарэчы, ў гэтым годзі в ЗША адзначэны саправдній бум на акалятны ў прыгажэні. Тлумачыць гэтэтым, што, паводля пытанням, більш за 70% амерыканців плануюць правісті святы ў колі сям'ї. СЁЛІТА, ХРЁОГРАФ СЮСВІТНАГА УЗРОВНЮ, Народний артыст СССР Валянтін Єлизарьо адзначаў 70-гадовый юбилей. Павіншаваці мянінніка у Беларускім Велікім Театры сабраліся легенды сцены, сябры, колегі і вучні майстра. Полную версію юбилейного концерта пропаную вам завтра у святочный день Телеканал Беларусь 3. Аутэнтычную фолкавую музыку праскасмічнуя явління Этна Трэя Троэца можна будзі пачуць на каляды. А значыць, ўжо заутра. Троэца гэта музычны гонор Беларусі, які адлічвай трэця-дісті годзі сваёй гісторы. Яны скарылі сваёй творчастю публіку незлічонай колькасті фестаў па ўсім святі. Выдалі шэсть альбомаў, а зараз плануюць падараваць прахіннікам новую плытку, якую ащадна рыхтую цягам для ці гадуў. А чуць сябі часткай су святу гэтых музыка вы зможыці на калядным концэрці заутра ў вечары. У межах тыдня сучасной беларускай драматургії концентрація Республіканскі Театр Беларускай драматургії парадаваў глядачоў прым'єрай спектакля «Калгаснікі» паводлі п'ясы Паула Прашко «Тры дні ў пеклі». Мы зустрілися з режиссёром спектакля Тимофеем Ткачовым, обмерковали на колькі складаўе для постановки сучасная драматургія. Що наибольш істотнае для режиссёра? Самовеўленье ці прыязнасть публікі. І чому репетиціі проходзіли на вулицах города? Здравствуйте, Тимофей. По первому образованию вы актёр. Сейчас заканчиваете обучаться режиссуре в России. А что вам всё же ближе? Режиссура или актёрство? Актёром я был два года. В кино играл ещё до этого раньше. А режиссировать я учусь только сейчас. Надо будет попробовать ещё и того, и другого. И сравнивать. То есть спектакль «Колхозники», который сейчас мы можем увидеть в Центре современной драматургії, для вас тоже эксперимент? Конечно, конечно, конечно. Задачу, которую вы ставили перед собой и зрителям в этом спектакле выполнены? Что-то получилось. В чём-то я, конечно, не попал. Но это нормально. Раньше человек театра хотел понравиться зрителю. Мне показалось, что вы просто хотите самовыразиться. Не боитесь, что вас не примут? Непринятие – это тоже диалог. Ведь мы можем спорить, и это будет интересно. Каждый останется при своём, но станет богаче за счёт того, что мы поделились. Работа, которую может увидеть зритель, придя на этот спектакль, выбивает его из состояния комфорта. Это современное искусство, которое пытается что-то найти новое. Да это не новое. Наоборот, это уже классический вариант, и это хорошо, когда и выбивает. А как найти что-то сильное или свежее для себя, если ты выключен? С вами трудно общаться, потому что хочется заинтриговать и рассказать о вашем спектакле, а вы ничего о нём не хотите рассказывать. Я столкнулся уже с этим, что с одной стороны, конечно, для того, чтобы людей заинтересовать, нужно что-то о нём рассказать, с другой стороны, я хочу рассказать как можно меньше. Я знаю, что некоторые репетиции спектакля проходили на улице города. Есть такой момент, когда нужно репетировать со зрителем, но не всегда есть возможность собрать зал, и в таком случае можно мешать прохожим. И это есть репетиция? Конечно, конечно. Тогда актёр готовится к тому, что будет зритель потенциальный или вот этот вот пешеход, к которому мы пристаём, он тоже не знает, что будет. И они вот такие оба незнающие встречаются, только один из них, актёр, он нарабатывает опыт этих неожиданных встреч. Мне кажется, что современный спектакль поставить проще, нежели классическую форму, потому что не всегда профессионально выглядит вот эта импровизация и общение с залом. Смотрите, ведь дело во включении. Но когда мы смотрим видео, мы комфортно себя чувствуем. Нас это не касается. Режут там или женятся, мы в зоне комфорта. А театр чем отличается от кино? Сиюминутным присутствием. Каким образом этого добиться, это уже варианты. Стрелять во всех с водяного пистолета или привлечь всех на сцену, или добиться того, чтобы люди ощутили, что на сцене что-то произошло и дыхание от этого замирает. Как вы думаете, человек, побывавший на спектакле, изменит отношение к этому слову? Колхозники? Я надеюсь. Спасибо, Тимофей. Будем надеяться на ваши новые постановки в белорусских театрах. На сегодня это все. Глядите калейдоскоп на Венкультуру не только на телеканале Беларусь3, а и на нашем YouTube-канале. Разом с нами будьте в курсе самых значных падений. А я еще раз веншую всех католикоз надыходом светлого свято, народжения Христова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин